Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, наши участники онлайн! Мы рады вас приветствовать на нашем мастер-классе «Образовательный цикл как инновационная современная технология организации образовательного процесса в детском саду». Это авторский мастер-класс. Разрешите вам представить Елену Викторовну Соловьеву, научный руководитель и один из авторов программы «Радуга» и учебно-методического комплекса «Радуга», точнее программно-методического комплекса «Радуга», многие пособия написаны ее рукой и для педагогов, и развивающие пособия для детей. В постоянном взаимодействии с дошкольными организациями Елена Викторовна как раз находит что-то новое, и это новое доносит до наших педагогов в мощной системе методической поддержки реализации программы «Радуга». И сегодня, Елена Викторовна, вам слово, мы как раз хотели обсудить, а какие же формы образовательного процесса наиболее актуальны для современного ребенка, востребованы современными педагогами для современных детей. Спасибо огромное, Оксана Алексеевна. Ну вот, действительно, давайте мы сегодня, мне хочется, чтобы мы сегодня с вами сосредоточились на том, чтобы поместили себя очень точно во времени, что мы сейчас с вами находимся 21 год 21 века. За это очень много всего произошло, насколько наша система образования откликается на ситуацию, в ситуацию, насколько гибко мы меняем свой инструментарий в построении образовательного процесса. И первый вопрос, который мы хотели задать, это вопрос, вообще, как вы, дорогие коллеги, относитесь к традиционным занятиям, потому что, скажем, в ГосДО нас еще в 2015 году сориентировало на богатое разнообразие форм, однако, тем не менее, как ни называй, занятие, оно все равно это занятие. И я знаю по своему опыту, что огромное количество детских садов, хотя не все, хотя им всегда кажется, что все, упорно продолжают держаться за сетку занятий, упорно продолжают держаться за написанные конспекты и какую-то жесткую систему планирования. Интересно было бы узнать ваше отношение ко всей этой истории сейчас. И мы это отношение решили организовать в таком интерактивном общении, то есть поиграть с вами в дискуссионные качели. Согласны? Для этого нам понадобятся три команды. Две у нас уже есть. Третий будем мы с вами, Елена Викторовна. И суть этой формы заключается в том, что вам предлагается какая-то определенная позиция, и вы должны придумать доводы в защиту именно этой позиции. Даже если это не ваша внутренняя позиция, это совершенно не важно. Вам выпадает такая судьба. Ну, в качестве судьбы сегодня буду выступать я. Мы хотели бросить жребий, но уже не будем этого делать. Первая команда. Вы будете отстаивать позицию, которая называется «Занятия в детском саду нужны». Вторая команда. Вы будете отстаивать прямо противоположную позицию и находить все доводы в пользу этой позиции о том, что в детском саду занятия категорически противопоказаны. Это не школа. Нам занятия не нужны. И будете находить все аргументы в пользу именно этой позиции. Еще раз. Ни одна команда не критикует другую. Мы внимательно слушаем и фиксируем все доводы, которые подготовят наши команды. На ваших листочках есть свободное место. Фиксируете там свою позицию. Времени у нас мало. Конечно, вы ее обсуждаете друг с другом. Мы даем командам на это от трех до пяти минут. Давайте мы вам дадим три минуты. Вы люди подготовленные. А мы с Еленой Викторовной после того, как выслушаем ваши позиции, озвучим некую третью точку зрения. Уважаемые коллеги, те, кто с нами сегодня работает онлайн. То, что сейчас предлагается, это одна из эффективных форм методической работы с педагогами. Когда мы заставляем их проявлять свою активную позицию, высказывать и аргументировать свое мнение. И самое главное, что эта форма работы не превращает обсуждению превратиться в свару. Ну, на самом деле, да? То есть, фактически речь идет о том, что сейчас вы видите технологию, которую вы можете использовать на ваших педагогических коллегиях, методических совещаниях и сделать их более живыми, более интересными, более интерактивными и более развивающими для вашего педагогического коллектива. Совершенно верно. То же означает находиться двумя ногами в сегодняшнем дне, когда уже не руководитель пришел, сказал так, делаем вот так, как я сказала. А все-таки все взрослые люди, профессионалы включаются в мыслительный процесс, что именно они делают, почему они делают. И они осознанно тогда начинают это делать в своей практике. Совершенно верно. Тем более, что современный воспитатель, он как раз тоже стремится. Мы же всегда хотим, чтобы у него была своя педагогическая позиция, своя модель педагогической работы. А как он может ее сформировать, если ему и слова, извините, не дают сказать? Вот давайте попробуем, чтобы он ее сначала сформулировал, а потом и реализовал на практике. Вот такие формы очень для этого полезны. Итак. Я с огромным удовольствием смотрю, как обсуждают участники групп между собой. То есть вот это такая живая история. Есть аргументы, есть обмен мнениями, есть размышления, самое главное. Вот это первое, дорогие друзья, с чего, наверное, нам нужно все-таки начать наше движение к новой организации образовательного процесса. Нам нужно, чтобы вернуть сам момент мышления, размышления педагогов и собственной позиции педагогов, собственного отношения. То есть сместить акцент с исполнительской деятельности их на деятельность творческую и по-настоящему профессиональную. Так, если наша команда готова, я тоже готова передать вам микрофон. Готовы аргументировать позицию? Занятия в детском саду нужны. Так, Елена Арчиловна, прошу. Уважаемые коллеги, мы считаем, что занятия необходимы, во-первых, потому, что это всегда структурно, организованно и четко. Это любое расписание, я предпочитаю такое название вместо сетки, любое расписание занятий, оно учитывает возрастные особенности детей, количество вот этих включений образовательных, да, и обязательно учитывает, так я сама физиолог, учитывает пики работоспособности, на которые простроены, какое занятие в какое время будет, ну, как бы происходить. Вот, дальше, мы еще с Любовью Ивановной, это наш старший методист, посоветовались, и, да, и мне кажется, что это очень важно, особенно для старшего дошкольного возраста, для старших детей, которые очень скоро перейдут в школу, есть такое понятие, как адаптационный мост, да, это образ такой, то есть это то время, когда существует ребенок в структуре занятия, да, и он примерно понимает, что вот похожая картина будет, да, вот, да, и у него не будет никаких неожиданностей. Нам нравится, что между занятиями существуют такие переключения, когда можно отдохнуть, и, то есть это, ну, как бы учитывать физиологические особенности детей. И с нашей точки зрения, значит, само занятие, оно, когда мы четко знаем, это четкая структура, то мы знаем, что нужно для него подготовить, внести в среду какие-то элементы необходимые, да, подготовка вот эта. И в том хаусе, который может происходить сейчас в детском саду, я имею в виду огромное количество нагрузка, да, много детей и так далее, вот такая структура позволит уйти из этого хауса и быть, ну, помочь педагогам. Ну, и, конечно же, для любого начинающего педагога четкость, организованность – это помощник. Не всякий педагог, а у нас с профессиональной подготовкой сейчас очень большие проблемы, мы это помним, да, то вот такой подход строгий, четкий с занятиями, он позволит, ну, в общем, хоть какое-то содержание дать. Спасибо. Любовь Ивановна. Добавлю только то, что когда идет проверка образовательного процесса, контроль за образовательным процессом, то это очень удобно и для администрации детского сада, и для всех проверяющих органов. Пришли, посмотрели, посчитали, и как бы все, это хорошо. То есть с точки зрения управления образовательным процессом. Ну, и как финальное мы, конечно, пройдем к занятиям. Если вы мне позволите, то в качестве модератора я добавлю еще два аргумента в пользу занятий, которые часто высказывают педагоги. Первый аргумент – нас так учили. Верно? Ну, потому что в педколледжах, в пединститутах мы говорим о том, как проводить, ну, не только как организовать игру, но и о том, как проводить занятия. Значит, аргумент – нас так учили. И второй аргумент – а зачем тогда написали столько много конспектов? Это просто действительно. Да, их же надо как-то использовать, но такой большой научный труд, научно-практический авторский труд, ну и что же его весь, извините, да, в помойку. Поэтому вот еще один такой аргумент. Я их сейчас все зафиксирую. Вторая команда. Вы готовы высказывать аргументы против? Мне это очень напоминает историю про разбор гардероба. Сейчас это очень модная такая тема. За большие деньги, я вам хочу сказать, нанимают человека, стилист, который приходит и разбирает все наше в шкафах барахло. Все то, что мы сами не можем выбросить. И обычно основная функция стилиста – это выбросить, ну, 80-90%. Причем мы это не будем носить, нам это не идет, это не современно, это не нужно. Но все это мы храним. Вот что-то похожее у нас сейчас в педагогике, мне кажется. Может быть. Но, тем не менее, мы готовы выслушать аргументацию второй команды. Готовы? Хорошо. Так. Микрофон, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, первое, на что мы хотели бы обратить внимание, почему мы против занятий, это все-таки основной вид деятельности – это игра. Если говорить об игре, она тоже имеет структуру. Она имеет возможность, необходимость подготовки к ней, планирования. И мы можем, да, правила, в которых развиваются те же навыки, которые необходимы в школе. Поэтому, если грамотно организовать игру, то это получится. Второй момент. Все-таки мы говорим о том, что детский сад создает условия для раскрытия потенциала детей, его инициативы. И все-таки, если грамотный педагог, то он может наблюдать за инициативой ребенка. Для этого должна быть создана развивающая образовательная среда. Это как угодно могут быть центры, интеллектуальная деятельность, творческая деятельность, которые сегодня есть в этой образовательной среде, которые привлекают внимание ребенка. Понятно, мы не говорим о том, что ребенок будет однобоко развиваться, если он привлекает его только одно направление. Наша задача так продумать игры, чтобы он включился и в них. Поэтому, мне кажется, педагоги отказываются от игр и в пользу занятий, потому что они им понятны. Там строгая организация, цель, задача, 15-20 минут в зависимости от возраста и проводят. Другое дело подготовить игру, развить этого сценария, когда мы и делаем вместе с детьми, если необходимы, атрибуты. Это, может, те же занятия по ИЗО, только они для чего-то направленные, мы понимаем, что мы делаем. Поэтому нам кажется, что именно игровая деятельность, включение детей, развертывание этого дает возможность выстраивать развитие ребенка. Оно не противоречит тому, что это будет какая-то свободная деятельность, никуда не ведущая. Если педагог грамотно выстраивает этот процесс, то задачи решаются, и мы готовим ребенка к школе, потому что развивается самоорганизация. Игровые правила детей очень сильно организуют. Поэтому нам кажется вот так. Отлично. Ну, Оксана Алексеевна, я, например... Доводы принимаются. Вот я их все сейчас попробовала зафиксировать. Лена Викторовна. Да. Я, на самом деле, с очень большим удовольствием выслушала аргументы обеих сторон. И главное, что я согласна и с теми, и с другими. Поэтому, собственно говоря, вот это и есть та проблемная точка, с которой мы фактически сейчас находимся. Можно ли соединить и придумать какую-то форму, которая бы реализовала, соответствовала и первым аргументам, и вторым. Потому что действительно, конечно, полностью выбрасывать все то, что у нас вполне эффективно работало, неразумно. Значит, само по себе структурность и четкость, вот о которой вы говорили, действительно очень важно. И когда планируется какое-то образовательное событие, это обязательно должно быть. А с другой стороны, то, о чем вы говорили, инициатива детей, самостоятельность и индивидуализация, это требование современное в ГосДО. Поэтому это то же, что нам обязательно нужно иметь в виду. Ну и, собственно говоря, вот это план нашего сегодняшнего разговора. И именно пытаясь найти ответ на этот вопрос, в контексте инновационной программы «Радуга». Инновациями мы занимаемся уже много, давно. То есть мы были первыми, на самом деле, кто начал процесс инновации после принятия новой концепции дошкольного воспитания в 89-м году. И мы были первой программой, которая первая вышла на вот это поле против какой-то типовой программы на трансформацию всего образовательного процесса. И до сих пор я вам должна сказать, что вот какие-то сейчас появляются инновационные программы. Они хорошие, интересные, но там как что-то новое подается то, что на самом деле мы уже делали, пробовали, говорили об этом. Но это с таким трудом, ну как бы приживается, что, хотя приживается во многих детских садах, что до сих пор можно говорить об этом как об инновации. И фактически, вот когда мы говорим про образовательный цикл, то для нас именно очень важно первый момент, что всегда мы начинаем, планируя образовательный цикл, мы отталкиваемся от конкретных интересов, конкретной группы детей. Это всегда, он всегда возникает не потому, что тетенька где-то мне написала в плане вот эту тему на третью неделю сентября, а потому что дети моей группы хотят, интересуются, и им сейчас важно узнать вот именно про это. Хотя, естественно, есть инициатива педагога. Второй очень важный момент – это сам педагог, потому что дошкольник – это человек, который и очень интересные исследования проведены были на эту тему. Это человек, который учится от того, кто вызывает уважение, во-первых, пользуется авторитетом и кому самому интересно. Если педагогу скучно, он пришел просто, ну, как бы отговорить свой номер, дети отключаются через три минуты, все, внимания нет. И дальше мы имеем совершенно бессмысленную трату времени всех, и взрослых, и детей, потому что педагогу скучно, и у него нет никакого удовлетворения, детям скучно, они как бы тратят время в пустую силы. И в этом смысле очень часто смотришь на такое занятие и думаешь, господи, лучше бы она дала им поиграть. Лучше бы она со всем этим к ним просто вообще не может, не подготовила, не получается, не умеет, лучше бы она их оставила в покое реально. Поэтому второй момент очень важный – это личность педагога, его интересы, его возможности, его компетенции. Есть такой принцип, как бы восточная технология управления, что роль подбирается в соответствии с возможностями исполнителя. Если у меня в труппе нет человека, который может сыграть Гамлета, я не ставлю Гамлет. И очень интересно, что в ГосДО на самом деле для нас это очень такой прогрессивный, очень сильный документ, который дал право. На самом деле каждый воспитатель в детском саду может выбирать программу, по которой работает. Этим почти никто не пользуется. Хотя я знаю детские сады, организации, в которых так и есть. Разные группы работают по разным программам. Кто-то работает по международной, кто-то работает по перепевам типовой, кто-то работает по каким-то инновационным программам. И это возможно, реально, это абсолютно реально. Я знаю много детских садов, которые работают давно без сеток занятий. Хотя всем остальным кажется, что это невозможно, мир рухнет, все превратится в хаос. Нет. Они действительно двигаются от интересов детей, они действительно планируют, исходя из того, какой запрос, какая инициатива приходит от детей, у них прекрасно все получается. Но это получается у тех профессионалов, которые при этом очень хорошо могут вариативно комбинировать материал, который им известен, и хорошо владеют структурой. То есть они способны на инициативу ребенка ответить структурным педагогической деятельностью. Не в хаос их это повергает, для этого, перед этим, они должны много прочитать, они должны многому научиться. Они должны уметь так мыслить. В любой профессии есть способ профессионального мышления. Он очень важен и для педагога. Это мышление, оно специфичное, оно в чем-то, это формат творческого мышления, то есть комбинаторного мышления, понимаете? Импровизационного мышления, это умение скомпоновать из разных, уже известных прежде каких-то фрагментов, совершенно новый продукт. Вот это особенное образовательное событие, с которым приходит человек к детям сегодня. И чем интересен, собственно, что такое, собственно, образовательный цикл? Чем он отличается от занятий? Здесь есть вторая опорная точка нашего разговора – это понятие первичной связанной картины мира. У нас есть такая задача в дошкольном возрасте – сформировать у детей первичную связанную картину мира. Как эта связанная картина формируется по возрастным моментам, по возрастным точкам? Сначала ребенок, это младенец, он научается выделять в мире, видеть один и тот же предмет, потому что есть исследование, что где-то до четырех, по крайней мере, месяцев для ребенка неподвижный объект и движущийся – это два разных объекта. То есть он не понимает, что машинка, которая стоит, и машинка, которая поехала – это один и тот же предмет. Значит, сначала он научается вот это сохранение предметов. Затем он научается понимать, что такое действие, он осваивает глаголы. Для нас с вами аксиома. Мы понимаем, что младший возраст – это период, когда ребенок активно взаимодействует с признаками. И в картину мира вот есть предмет, есть то, что он черненький, блестит. Дальше добавляются вот эти вот признаки. И следующие две возрастные точки, они очень серьезные. Средний возраст. Появляется положение этого предмета в пространстве. Он может быть здесь. Я могу здесь его оставить, уйти выпить кофе, но я знаю, что он здесь лежит. Я могу думать о том, что где-то за пределами… Вот трехлетний ребенок, вот у него что здесь есть, с тем он будет работать. Увидел бутылочку, к бутылочке поползет. Увидел кнопочку, кнопочку пытается нажать. Но он не мыслит как бы за пределами. Четырехлетний ребенок понимает, что где-то там за пределами есть еще кофе, роботы, вообще много всего интересного. И здесь нам очень важно, например, появление карты. И именно вот эти вот модельные такие истории позволяют формировать первичное представление о пространстве. И старший возраст. Это формирование первичного представления о времени. У нас появляются ленты времени. У нас сегодня нет цели поговорить подробно про каждую из этих историй, но это просто в принципе. То есть вот такой огромный путь на самом деле проделывает дошкольник. Для того, чтобы мы могли действительно давать детям сколько-то системные представления о мире, нам никогда не хватает одного занятия. Нам всегда нужно взять любую тему, самую простую, медведя. И, кстати, именно таким образом на самом деле строится дошкольное образование во многих западных программах. Темы меня в свое время поражали. Насколько они просты. Божья коровка. Чего бы нет. Но про эту божью коровку. И сколько у нее лапок, какого она цвета, где она живет, что она ест, какие у нее враги, чем она замечательна. И песенка про нее, и вылепили ее, и нарисовали, и стихи про нее почитали, и сказки про нее. То есть это всегда какой-то меньше или больше, но это всегда цикл. Это никогда ни одна история на 20 минут, когда влетели с вот такими глазами, что-то сказали. А понимаете, когда человек понимает, что у него всего 20 минут, но обычно что он? Он может сказать только самое банальное, что он знает. Ему не нужно в это погружаться, он в эту тему. Он ни во что никогда не погружается, сам взрослый. И это основная беда, мне кажется, сейчас нашего образования. Потому что вот это вот скакание приводит к тому, что педагоги не привыкают глубоко, системно погружаться ни в какие темы. И дальше у нас вопрос. Экологическое, вот сейчас программа воспитания актуальна, да? У нас там огромная история, экологическое воспитание, трудовое воспитание. Но нельзя решить эти задачи ни во что не погружаясь. Бессмысленно современному ребенку 21 века просто показать, вот пожарный, у него красная машина, у него каска, он водой что-то поливает. Ему нужно давать это явление в системе социальной жизни, социальных явлений, физических явлений. Что горит, как горит, почему горит, зачем ему эта машина, и почему там именно такие у него инструменты и приспособления. Поэтому для того, чтобы у детей нынешних формировать именно связанную картину и системное представление, нам обязательно нужны циклы. Я вот надеюсь, и это даже про маленьких детей, опять же, на уровне медведя, на уровне Божьей коровки. Но это все равно нужно погружение в эту тему, чтобы ребенок привыкал думать, мыслить и воспринимать каждое явление с разных сторон. Вот, Елена Викторовна, вы сейчас сказали про Божью коровку, а у меня сразу ассоциации возникли. Стихотворение Михаила Яснова о том, кто где спит. И вот у него там есть великолепные слова, что кто-то ночует в молении, кто-то в шиповнике, а Божья коровка в Божьем коровнике. Ну, договорите, но, понимаете, вот еще такой детский юмор, да? Божья коровка в Божьем коровнике. Ну, на самом деле, вот у педагога, наверное, так и должно все это строиться. А с какой точки зрения еще можно преподнести ребенку тот или иной объект, то или иное явление окружающей жизни? Ну, вот как раз мы говорим, что вы сейчас только что привели пример еще с точки зрения литературы языка, например. Кстати, вот про Божьих коровок сейчас как раз в народном календаре идет такая, так называемая пчелиная девятина со 2 по 10 октября, да, связанная именно там с медом, со пчелами. Там вот всего очень много и очень, на самом деле, словарная всяческая работа, она тоже всегда бывает очень богатая, но когда она к чему-то привязана, то у детей есть смысл, они это запоминают, чем когда это просто что-то такое отдельное. Поэтому в модели, которую мы предлагаем, да, у нас нет истории расписания занятий, а есть просто понимание того, что есть некоторое базовое образовательное событие дня, утреннее, как правило, основное, и это познавательная деятельность, соединенная с продуктивной, творческой и речевой. И это событие образовательное, оно каждый день происходит, оно как бы стабильно и стандартно, и оно строится именно по принципу цикла. Для маленьких детей этот цикл действительно может занимать 3-5 дней, для более старших детей это циклы на 2, на 3 недели, иногда на месяц. Это зависит от интереса. Сколько времени есть энергия у детей, у педагога для продолжения. И это другой формат. То есть здесь у воспитателя нет идеи, что он должен провести столько-то занятий по рисованию, столько-то по лепке, столько-то по аппликации, столько-то по конструированию, а есть вот эта ясная общая образовательная линия. А остальные виды активности, они во многом уходят в самостоятельную деятельность, деятельность с педагогом, все те формы, которые нам предлагают в ГОС. Елена Викторовна, а можно сразу практикоориентированный вопрос? Откуда нам взять темы? Это только от детей идет инициатива вот на этом утреннем событии, или педагог все-таки заранее себе что-то планирует и делает какие-то заготовки? Ну, на самом деле, конечно, мне кажется, что это такой обоюдный процесс, потому что и педагог думает, о чем бы ему хотелось. Вот я уже говорила, что и здесь, скажем, когда я работаю как методист, как руководитель, у меня куча есть тем, которые я могу предложить, они разработаны готовые, у меня просто портфель я с собой, чемодан на колесиках везу. Но первое, что я спрашиваю, что вы хотите, потому что, допустим, я хочу предложить путешествие в Индию, а человеку вообще какая Индия, зачем, что это такое, какие-то там дикие, странные, музыка странная, я это люблю, а человеку это неинтересно. Там новый штамп, мы не поедем туда. Не поедем туда, да. Вот, поэтому это должно, у педагога должно быть, что его зажигает, но, естественно, он всегда в группе знает, о чем хотят сейчас его дети. То есть это вот такой диалог. Ну, вот, собственно говоря, как раз современное содержание образования предполагает как раз вот выбор, да, что, и, во-первых, выбирает педагог, не кто-то ему это спускает сверху. Интерес детей, уровень их развития, возможности качественно это занятие сделать, ну и, соответственно, продумать дальше, как с этим работать. И то, о чем говорила у нас как раз команда против занятий, это на что нас ориентирует в ГОС, индивидуализация образования, в чем, собственно, она должна проявляться. Объем информации, сколько я, чего я, что у меня дети уже знают, что я должна дать, чтобы это не было повторением, чтобы я не был бесконечный капитан очевидность, понимаете. Я этих занятий, которые ведет капитан очевидность для детей, вижу огромнейшее количество. Вот дети 5-6 лет на полном серьезе воспитатели рассказывают, что у медведя лапы, когти и шерсть, понимаете. Ну, детям куда деваться, они сидят, слушают это, потрясающую новость для них. Поэтому объем, обобщенность, сам тип того, о чем мы говорим, уровень схематизации, который мы используем, и уровень сложности. Это как раз дает нам возможность индивидуализации в зависимости от возможностей детей. Ну, и, собственно говоря, дальше, если говорить, вот педагогические технологии, да, как мы это планируем, и чему мы стараемся сейчас учить воспитателей. Мы стараемся их учить мягкому планированию. То есть не написал и дальше по плану. Ну, вот у нас сегодня, как бы, наш разговор, это пример мягкого планирования. У меня там есть план, у вас есть план, но все идет немножко, ну, как бы, по-своему, потому что у нас есть диалог, у нас есть какой-то живой момент. Умение профессиональной импровизации педагогической, умение подстройки под детей, под их аудиторию, вот под это. То есть мягкое планирование обязательно. Ну, про уход от сетки занятий мы уже с вами сказали. Уход от использования буквально готовых конспектов. Это не значит, что они нужны, конечно, и об этом говорят все время воспитатели. Им нужно на что-то опереться. И мы всегда используем опыт других людей. Но когда я прочитала десятки, я строю свое дальше индивидуально для своих конкретных детей. И каждый раз мы это делаем по-новому. Я могу сказать, что я как педагог и как, опять же, руководитель, методист, никогда в жизни я не проводила одно и то же занятие дважды одинаковым образом. Никогда. Потому что все меняется. Разные дети, опять же, разные педагоги. Я понимаю, что один педагог там, опять же, прекрасно про Индию расскажет, а другой никогда. Но зато другой педагог может рассказывать про там технические устройства, кареты, колеса и разных средств передвижения совершенно непревзойденным образом. И умение руководителя, умение опираться на сильные стороны своих сотрудников. Это тоже очень такое... И дать им возможность самим тоже на это опираться. Это очень такой важный момент. Ну, например, у нас в комплекте есть вот такое пособие, которое я могу вам предложить его почитать, с ним познакомиться, независимо от того, по каким программам вы работаете. Воспитание, интерес, уважение к культурам разных стран. Там как раз есть пример планирования образовательных циклов для детей старшего возраста. Мы его создали вместе с методистом, одного из крупнейших московских холдингов, с которым на протяжении многих лет мы очень плодотворно сотрудничали. Как раз, кстати, в этом детском саду работают по разным программам, работают эффективно, работают очень качественно. Конечно, я не могу не сказать сегодня огромное спасибо группе компаний «Просвещение», потому что это колоссальная поддержка для практиков. Всегда есть бесплатные вебинары, очень такие они качественные, подготовленные. И есть записи этих вебинаров на YouTube-канале. Я приглашаю вас всех на YouTube-канал издательства «Просвещение». Если вы дошкольник и кто бы вы ни был, ищите там строчку «Плейлисты» и ищите свой плейлист. Там есть плейлист, например, «Дошкольное образование», потому что материалы там не море, там просто океан. И там уже дальше будет проще в этом искать то, что вам нужно. Ну вот здесь в презентации есть подборка с QR-кодами тех циклов образовательных, которые мы ввели вебинары по этим циклам. Здесь есть и минералы, и вот мы делали образовательный цикл в этом апреле. Люди тянутся к звездам, посвященные как раз юбилейному событию. Интересно было бы вот сейчас, да, какие темы образовательных циклов могли бы придумать? Ну, на самом деле да. На самом деле да. Я сейчас просто немножко сориентируюсь во времени, есть ли у нас такая возможность. А, пожалуй, что у нас уже такой возможности и не остается. Поэтому мы можем предложить коллегам посмотреть на те темы, что у нас уже были.